16 детей в возрасте от 3 до 15 лет встречают новогодний праздник в приюте. Они пока не имеют возможности праздновать дома вместе с семьями. Зачастую там просто нет элементарных условий проживания. В социально-педагогическом центре для детей стараются создать максимально комфортную обстановку, а новогодние праздники готовят для них с особой заботой. Традиционно на таких мероприятиях присутствуют гости, неравнодушные к жизни приюта. Среди таких гостей депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Рыбак и болельщики футбольного клуба «Шахтер». Не первый год сюда приходят в преддверии Нового года, дарим подарки для детей самое главное, чтобы они улыбались, чтобы росли в хороших семьях, хорошо учились, нашли себя по жизни. Я думаю, мы каждый год традицию оставим, будем каждый год приходить сюда. Ну и всех с Новым годом! В новогодних утренниках принимают активное участие выпускники социально-педагогического центра, которые сейчас проживают в детских домах семейного типа. Совместно с малышами приюта они подготовили музыкальные номера. Сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, песни и танцы, хоровод вокруг елки – все это делает детей чуточку счастливее. Ведь в своих биологических семьях они зачастую лишены новогодних радостей. Дети ждут гостей, дети каждый раз готовят с удовольствием представления и безусловно для них это праздник. Мы безусловно очень рады и приглашаем всегда родителей для того, чтобы дети чувствовали и родители видели, на что способны их дети. Потому что когда до того, как дети попали в приют, безусловно, все эти родители вели нездоровый образ жизни и многие из них не видели своих детей вот именно в таком статусе. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Рыбак отметил, что его визит в СПЦ вызван не просто желанием поздравить детишек, но и необходимостью вникнуть в проблемы этого учреждения. Я как депутат, я как представитель наших избирателей сегодня здесь на этой елке, чтобы еще раз посмотреть, поделиться со специалистами или послушать их вопросы, проблемы для того, чтобы посильно помочь и в дальнейшем своей законодательной деятельности, в том числе пытаться решать эти проблемы. Да, родители отказались от этих детей, но мы должны видеть и помогать тем, кто сегодня рядом с ними, и те, кто сегодня создает вот этот быть, эти хорошие условия и действительно делать их детей счастливыми. Маленькие воспитанники приюта, как и все дети в их возрасте, просят у Деда Мороза машинки, куклы, игры. Они радуются сладким сюрпризам. Но, пожалуй, у всех этих ребят есть одна самая большая и самая важная мечта – оказаться дома, рядом с любящими родителями.